Ребята, привет! Продолжаем искать бизнес-модели для вас, идеи, вдохновления, тренды. Это большой мой хобби, я с большим удовольствием выделяю время в свой отпуск, чтобы с вами вместе это делать прямо на моем экране. Сейчас мы продолжаем проект «Атлетсидей 4». Мы продолжаем идею, что есть топовые конференции, на которых предотобраны компании, которые уже точно какие-то гипотезы доказали, которые что-то сделали интересное и что стоит изучить. И там отобранные люди, которые прошли социальный фильтр, не случайные люди в большинстве случаев. Но конкретно на новой конференции и в Founders Forum это точно так. На последнем «Атлетсидей» мы не успели пройти все интересные вещи. Я отобрал много моделей, которые можно поставить на шаг-2. Я потом отдельно еще расскажу, что делает шаг-2, 3, 4. Но сейчас продолжаем просто получать такой первый блиц, блиц впечатления. То, что делают люди в мире, какие сейчас цифровые тренды. И, соответственно, я просто взял участников этих конференций и посмотрел, чем они занимаются. И вот мы изучаем. Компания TreatWell – это интересная концепция дигитализации всего рынка красоты. Соответственно, идея в том, что весь рынок красоты работает сейчас. Как-то надо звонить, что-то договариваться. Потом это ненадежно. Ни у кого… Ну, это такой офлайн, можно сказать, модель. И вот сейчас TreatWell – самый успешный игрок в мире, который делает то же самое через интернет. Интересная компания, которая… Было много попыток, но они сделали мобильное приложение, которое позволяет прям надежно просто бронировать эти процедуры, так же, как мы бронируем отель в интернете и все остальное. Очень внимательно я бы посмотрел, что это… Потому что очень многие компании делали это и не сработало. Соответственно, когда смотришь эту компанию, нужно посмотреть. У них есть какая-то особенность. Может быть, у них какой-то софт для вот этих салонов красоты, которые интегрируются. Или в чем их ключевой фактор успеха? Почему они стали настолько успешными, намного более успешными, чем другие? Потому что, насколько я понимаю, они уже там какие-то бешеные цифры обслуживают. Огромное количество клиентов. И по всем рынкам очень большое количество стран. Так что я бы поставил на шаг 2 для подробного анализа. Следующая компания Iron Planet. Интересная торговая площадка. Это мне уже нравится. B2B торговая площадка. Это мой ключевой фокус, на который я сейчас смотрю. Соответственно, что здесь... Вот можно 37 тысяч разных объектов, которые стоят на продаже. Соответственно, это очень, я понимаю, машины. Разные машины. Разное редкое оборудование. Какие-то вот... За 18 тысяч евро какой-то генератор или вот такой. И, конечно, вот торговая площадка для таких вещей. Потому что есть люди, которые имеют это, хотят избавиться. У кого-то проекты. Очень много разных случаев. И вот здесь Iron Planet. Это как CarPrice. Только для аукционной платформы. Только для очень крупного разного оборудования. Тракторы. Давайте посмотрим, что здесь можно найти. Интересное. Вот 29 августа у них проходит следующий аукцион. И там можно прям в реальном времени посмотреть, что будет на аукционе. Вот автобус какой-то. Военная какая-то машина. В этом точно есть... Вот 100% шаг 2. Огромный потенциал для людей, у которых есть вот какие-то вот такие вещи, которые часто нужны для определенного проекта. Потом дальше непонятно, что с ними делать. И есть люди, которым прямо это нужно сейчас. Прямо сейчас. И где эти люди друг друга находят? Вот я вижу в России, я ездил много по разным заук. Огромное количество стоящего оборудования, никому уже не нужного. Его можно просто выложить на аукцион. Абсолютно очень интересная компания. Очень интересная. Для сектора агро, для индустрии, все для стройки. Все абсолютно... Ну, фантастическая бизнес-модель. Есть и аукционы, есть и онлайн-аукционы, оффлайн-аукционы. Вот когда они проходят, я понимаю, это проходит на каких-то площадках, вот типа, где просто парковка, либо какая-то травка, снимаются и приходят, и делается аукцион. Бомба. Бомба, бизнес-модель. Точно нужно это делать. Есть большая потребность в этом. Но, тем не менее, ставим на шаг два. Очередная компания, которая позволяет... Вот женщина-предприниматель, которая думает, вот задумчиво смотрит, как же финансировать ей ее товарный оборот или что-то. И вот есть лучший способ, да, соответственно. Вот за 10 минут краткосрочный кредит, прям в интернете. Прозрачно. Вот. Ну, это будущее. Я думаю, в будущем очень большое количество вот этого финансового сектора перейдет вот в такие онлайн-решения. Очень интересная компания DeepMotion. Я сидел с основателем за одним столом. Вот. Показывает о том, куда идет мир. Соответственно, компания фокусируется только на том, что она вот симулирует человеческое тело, которое потом используется в фильмах, в играх, которые можно в разных. Соответственно, вот компания делает только это. Огромная компания. И вот где используется это все. Огромная компания, которая только вот делает цифровые модели человеческого тела. Вот это нужно в мире. Это конкретная потребность сейчас DeepMotion. И вот сальто назад. Я прям завидую, как классно он делает. Это очень просто показывает, насколько большой мир, сколько всего в нем есть. И вот ребята построили крупную, очень успешную компанию, основанную на вот такой микро-цифровой потребности, которая сейчас возникла. Это, я думаю, просто больше как тренд. Очень интересно. Компания Decoded. Соответственно, сейчас происходит дигитализация мира. И я понимаю, что все компании, крупные компании, я точно знаю, что в тех крупных компаниях, в которых я участвую, все думают про будущее, что это значит. Все эти технологии, которые появляются, искусственный интеллект, современные роботы, как это будет влиять на твою бизнес-модель. И самое главное в этом, что топ-менеджмент и ключевые сотрудники компании должны эти понимать тренды. Это очень сложно, потому что очень... Мир делится на консерваторов, на инноваторов, и там всегда большая проблема. Я вот понимаю, что вот эта компания Decoded помогает крупным компаниям в очень интересной системе вовлечь их сотрудников, чтобы они понимали, изучали все тренды будущего. Да, соответственно. Делают некие академии. И это очень важно, потому что все должны строить будущее. Например, банки сейчас трансформируются, все должны сделать огромную трансформацию, но это происходит очень медленно. Страховые компании, строительные компании. А те, кто это не сделает, они останутся в прошлом, как огромное количество компаний. И обучают прям программированию. Потому что изучая программирование, мы понимаем, как работает мир сейчас. В этом мире очень сложно понимать, как работают вещи, если не знать основы программирования. Но я думаю, это прям не очень... Для меня это не очень интересная компания. Но если у кого-то есть такая цель, в России есть много крупных компаний, я думаю, точно можно сделать продукт обучения, такая университет, который повторяет идею декода. Это кто-то должен в России точно делать. Насколько это будет большой бизнес, это для меня под вопросом. Я бы этим не занимался, но может быть кому-то это интересно. Это Meltwater, очередная компания, которая показывает, насколько люди готовы платить за данные. Надо все мерить. Пиар, вот конкретно, мне кажется, эта компания занимается, как найти правильных инфлюенсеров, как с ними коммуницировать, и как достигать свои цели в работе с общественностью лучше. Основано на какой-то... Потому что раньше это делалось, ну вот сами знаете как, кто-то, работа с газетами, сейчас работа с инфлюенсерами, и цифровой пиар становится в 10 раз важнее, чем это. И вот компания это делает, соответственно, очень интересная компания. Еще, кстати, познакомился с одной компанией, я здесь не помню, как ее называется, она делает такой emergency, если случается, у какой-то компании случается какой-то fuck-up огромный, когда и в социальных медиа все это обсуждают, и это становится таким, ну лавина такая, вирусная лавина. Есть куда позвонить, есть компания, которая занимается, вот именно вот если горит дом, что-то произошло, образно говоря, там нефть вылилась опять в море, или часто это просто там, например, ушел генеральный директор, и происходит какая-то волна, есть компания быстрого реагирования, которая с этим может работать, либо какой-то клиент получил отравленный продукт, или что-то, да, есть как скорая помощь, есть номер, куда можно позвонить, у них огромный task force, который начинает работать с социальными медиа, чтобы смягчить ущерб. Тоже интересная, как бы, интересная концепция, но это для меня такие маленькие, интересные, но тем не менее, для меня они, как бы, малоинтересные компании, потому что, ну, это, есть потенциал, но он ограниченный. Мамс.нет, это, понятно, от мам для мам, платформа, медиа, там, транзакции, я думаю, это уже тоже пройденная тема, в России, кстати, с этим очень хорошо, огромное количество выборов. Кахут, это, миссия сделать обучение классным, чтобы это было в кайф, и вот как можно совместить игры, вот, ну, вот, показывают какой-то. Так тоже можно учиться, да? Прекрасно, прекрасно. Наверное, не все нужно так изучать, да, но как минимум, такое тоже должно происходить в школах, и вот сделали какие-то игры с темами, которые интересны, при этом дети учатся, это все, корни происходят вместе с собой, вот, на телефонах, на планшетах, и... я бы точно поставил на шаг 2, потому что я хочу, чтобы вот будущее было такое, и... не... 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 интересно изучить подробно, вот, конкретно, как они зарабатывают, в чем-то здесь модель, юнит-экономика, это, как США, два. job and talent, таких компаний достаточно много было на конференции, соответственно, такая уборизация, как Яндекс.Такси, только для рабочей силы, соответственно, если компании нужны, вот, например, в Just Eat, им нужно там курьеров нанять быстро, в определенной локации, соответственно, job talent дает им возможность, вот, для логистики, для колл-центров, для мероприятий, когда нужны просто, вот, хостес там и так далее, ты можешь просто быстро найти рабочую силу, да, соответственно, вот, как это выглядит, платформа, таких компаний сейчас огромное, а для людей, которые ищут работу, они ставятся в приложение, получают разные предложения, где они могут поработать, и краткосрочно, и среднесрочно, при этом компания на себя берет абсолютно всю бухгалтерию, весь админ, это очень интересно, и именно смысл, что это должно быть через мобильный телефон, соответственно, вся связь через мобильный телефон, таких компаний действительно сейчас стало успешных, много, из-за этого я бы поставил шаг 2, продолжаем, край, ну, кто не хочет, чтобы было так, зачем ездить к врачу, тратить огромное количество времени, в основном, после посещения врача, я всегда понимаю, что можно было и по телефону поговорить, а здесь есть платформа, которая делает это проверенно, которая дает тебе, какая у тебя проблема, какой доктор тебе нужен, сколько это будет стоить, пожалуйста, забронировал, потом связываешься с ним, вот звонок, бац, и пожалуйста, пообщайся, покажи ему там, что у тебя там, вот, типа, волосы слишком белые, или что она там показывает, и психологи, для очень многих проблем, скорее всего, это, ну, кто это сделает, в России уже много кто этим занимается, но, вот, я сделал тоже инвестицию в таком секторе, но, сейчас законы уже позволяют дистанционное обслуживание, или как минимум будут скоро позволять, просто вопрос, я бы изучил, вот, край, как точно это работает, потому что, может быть, вот именно этот юзер интерфейс стал более успешным, чем другие, я думаю, шаг 2 можно поставить, и, кстати, я думаю, что здесь даже будут работать нишевая модель, например, сделать модель только психологов, только психологи, или только какие-то, там, не знаю, которые борются с алкоголизмом, или что угодно, да, соответственно, там, такие ниши тоже будут очень четко работать, я думаю. Шаг 2. Фетчер, опять, более интересен, как тренд, нежели как конкретная компания, соответственно, сейчас просто весь мир покрывается электронной коммерцией, все больше и больше еда, и все заказы, и появляются новые компании, которые делают разную логистику, которая позволяет очень быстро, да, соответственно, вот это любой человек может вызвать, это как Uber для курьеров, но появляется огромное количество компаний, например, люди делают прям хабы в жилых домах, вот в таком жилом доме, внизу есть логистический хаб, который все интернет-компании могут использовать, чтобы обслуживать вот этот дом, есть такие же попытки прям в подъезде посадить консержа, который вот для такого дома обслуживает там все сервисы, от вызова там электрика, до любые потребности сервиса через один хаб, я думаю, много интересного в этом, кому интересны такие идеи, я думаю, стоит посмотреть. Блинк-лист, это решает проблему, что слишком много информации в мире, а как, соответственно, все это прочитать, вот 2500 книг, которые стоило бы прочитать в этом году, это по сути крабболи, вот про предпринимательство, все как мы любим, и вот делает за 19 минут краткое содержание всей книги, да, вот это, кстати, моя любимая книга, Getting Things Done, это просто номер один, номер один книга, просто бери и делай все, что там написано до конца жизни, и твоя жизнь будет 100% более успешна, 100%. Getting Things Done, пожалуйста, не надо читать за 19 минут, надо читать полную книгу, но иногда, чтобы решить, какую книгу читать, можно сначала прочитать 13 минут, а потом уже читать. Я думаю, в России тоже есть для этого, но это такой мини-проект, я бы сказал, такой контентный проект, но делать для российской говорящей аудитории, Blinkist, классно, если кто-то сделает, я буду пользоваться, потому что это классно, просто вот, это нужно очень много успешных людей, которые ценят свое время, которые хотят сейчас более кратко поддержать, часто в этих книгах содержится только одна идея, ее одну идею можно за 19 минут рассказать, но не всегда. В общем, не думаю, что это прям большой бизнес, но как такая фишка, которая надеется, что кто-то сделает. Инсайдер, это медиапроект, очень правда, если видим, как бы политику, выключаем, это неинтересно. Market Invoice, очень успешная компания, русский основатель, кстати, парень, который просто сделал мировую компанию, молодец, огромный, потому что, кстати, очень много русских ребят, которые делают мировые, лидирующие компании, прям действительно, можно гордиться. Соответственно, это очень простой способ получить финансирование, потому что очень часто компании, которые дают отсрочки, им нужно, у них уже есть выпущен счет в какой-то надежной компании, под этот счет, они, видимо, дают быстро тебе финансирование под будущие поступления. Ну, по-моему, меня удивило в этой компании, что они уже выдали 4,5 миллиарда долларов, 3 миллиарда фунтов за такой короткий срок. Ну, впечатляет. Vitro Labs, это компания, которая для новых роботов создает вот такие ткани, которые похожи, вот, видимо, на человеческую кожу и так далее. В общем, тех, очень такая хай-тек компания. Ну, все, если кто-то хочет вот такой тренд, появляется большое количество новых роботов и есть компании, которые делают очень специализированные вещи для этих роботов. WebHelp, это аутсорс. О, как интересно. Мне нравится, когда картинки, бизнес не имеет ничего общего, какие-то горы. при этом компания занимается просто обслуживанием B2B, B2C на высоком уровне. в общем, мне неинтересно, может быть, кому-то интересно. InFarm очень интересная компания, которая, люди хотят больше и больше покупать все-таки фермерские продукты, свежие, инфарм. инфарм делает, обычно все овощи производятся на фермах, где-то не в городе, а InFarm сделал решение, как можно производить прямо в городе и получать для клиента возможность в городе покупать прямо с грядки, как это выглядит. Прямо в магазинах ставятся вот такие стеллажи, в которых растет свежий продукт, и люди могут покупать свежий продукт прямо с земли. Успешная компания B2B работает. хорошая идея для вкусвиль, если меня слышите, сделайте такие, поставьте себе. Но для многих, я думаю, продуктовых магазинов вообще это бомба идея, я бы ставил шаг 2. Компания I.M. Торговая площадка это супер, сразу видно, что это маркетплейс, потому что бизнесы, фотографы и платформа, которая соединяет 300 журналы, фотографы и бизнес. Вот, соответственно, есть 20 миллион людей, которые создают контент в мире, они покрывают весь земной шар, и вот, пожалуйста, тебе можешь искать уже созданный контент, либо можешь задать задание, типа, снимите мне Grand Canyon так, и вот сегодня есть какой-то фотограф, который находится на Grand Canyon, который получает возможность создать какой-то контент и продать его. Это в тренде, том же тренде, что в мире сейчас потребность визуальных, видео, фото, контента растет как ракета. Ну, и, конечно, поиск умный, как бы, не надо, часто просто не нужно создавать, уже столько контента есть в мире, просто его, люди создают один и тот же контент постоянно, постоянно, без того, чтобы использовать. В общем, интересная компания, не знаю, это, конечно, нужно делать мировую компанию, 100%, надо делать мировую компанию, поэтому, ну, как идея интересная, я бы, скорее всего, не ставил на шаг 2, только если, для России точно, если делать мировой продукт похожий, тогда можно попробовать. «Велвилл», вот, насколько большой мир, насколько всего интересного в нем есть, это такой стартап, который создал сообщества, которых пытаются сделать новый стиль жизни, да, когда меньше людей заболевают психическими заболеваниями, меньше толстых людей, не используют химию, где все по-другому сделано, вот, сделали конкретные города, в которых жизнь и люди живут по-другому, вот такой стартап, 5 городов, которые хотят доказать, что можно жить дольше, здоровее, очень интересно, очень интересно, посмотрим, это вот компания, которая пытается действительно изменить мир, что влияет на качество жизни людей и показывает это на маленьком примере, чтобы другие сообщества могли это и вот разные, кстати, тесты, здесь вот один, здесь такой АБ-тест огромный, интересный, ОСАРУ, ну, это современные роботы, специализированные, видимо, под фармацевтику, ну, это большой тренд, люди, которые умеют строить специализированные роботы, конечно, сейчас, ну, это, это, конечно, стоп, это надо сразу делать мировую компанию, никакой локализации, здесь, видите, вот, вот такие роботы с липучками, которые расставляют что-то, есть огромное применение новых роботов, интересно, но не для меня, факт мата, компания, которая пытается решить проблему конкретную, что очень много сейчас фейк-новостей, люди используют фейк, чтобы получить охват, это огромная проблема, люди, чтобы получить глаз, это нужен скандал, еще больше налогов для предпринимателей, сразу там, а потом фактура вообще не совпадает и так далее, люди используют это, и факт мата создают платформу, где люди проверяют факты и сразу в будущем, я думаю, большие ленты, большие дистрибуляционные платформы контента будут использовать такие технологии, чтобы уничтожать фейк, потому что, конечно, везде и на ютубе огромное количество фейка, когда обложка вообще не совпадает с содержанием и во всем, соответственно, мисинформация это большая проблема, потому что все, скандал и так далее, а потом просто поймать глаза, продать рекламу, мой канал скучный, с плохим звуком, но получается факт мана как раз в тренде, что кто-то должен это делать, не знаю, кто это будет делать и как на этом зарабатывать, я бы, наверное, поставил шаг 2, просто, чтобы посмотреть, но мало вероятно, тяжело на этом зарабатывать, потому что, может быть, ты плывешь против течения, но, тем не менее, может быть, такой некоммерческий проект, может быть, для человека, кто смотрит сейчас, кто хочет инвестировать в некоммерческую деятельность, вот в России тоже нужно 100%, огромное количество, потому что люди читают каждый день вещи, которые неправда, неправда, и хорошие истории, прекрасные истории, которые происходят в мире, вещи, которые человек создал, обсерваторию, обучает детей, сделал успешной, без шансов против какой-то Хайди Клум, показала свою жопу где-то, потом, оказывается, она не показала, и хорошие новости, правильные, тонут в этой, в этой море, дерьма просто, да, из-за этого, вот, факт мата, попытка это улучшить, потому что, конечно, нужно стремиться к правде, и убирать неправду, ну, сложный проект, плыть против течения, очень долгосрочный, но в будущем, все информационные потоки будут более фильтрованные, и нужны, это крауд, это люди сами друг друга, мы, я, ты, мы друг другу помогаем убрать из нашего фокуса внимания фейк, хорошие, talent garden, это, я понимаю, это некое coworking опять, огромное количество coworking'ов разных, по сути, что сейчас мы тоже обсуждали в отдельном видео, без, ноу-нейм, офисы уходят из мира, и появляются такие, бренды, офисы, которые, для конкретных, вот это, для инновационных компаний, есть для фрилансеров, есть для цифровых, есть даже уже coworking'и для ютуберов, где они именно фокусируются, и огромное количество, люди будут в офисе выбирать в будущем, вот я хочу в talent garden, кто-то хочет в другое, мы инвестируем в этот сегмент, нам это очень нравится, поэтому, я думаю, будет еще много ниш, которые можно занять. The Hubble Group, я понимаю, это какие-то стандартные дома, которые можно построить, вот просто, петух, думаю, в этом есть тоже потенциал, но непонятная компания, DeepMind, это такое B2B-решение, чтобы использовать новейшие изучать для здравоохранения и так далее, искусственный интеллект, кванта-компьютеры, очень хай-тек проект, я думаю, еще как бы, но интересный тренд, конкретно эта компания, она известна, очень, думаю, не стоит ее отдельно обсуждать. Ну вот, уже мне нравится компания Goldiebox, супер, Maker Girls, ну, есть проблема в мире, что женщины меньше включаются вообще в предпринимательский процесс, процесс создания мира, чем мужчины, глобально, это огромный неиспользованный потенциал, это неправильно, в России можно вырастить, в ВВП России можно вырастить в два раза, если включить женщин, чтобы они верили, женщины еще меньше, чем мужчины, верят, что они могут изменить мир, потому что создается семья, ты полностью поглощен детьми, а потом была модель, что после 40 или 50 лет жизнь закончена, мы будем жить 100 лет, ты будешь жить 100 лет, и после 50 лет есть еще 50 лет, и как это можно изменить, вот именно надо работать в молодом возрасте, и Goldiebox делает, вот создает армию девушек, которые создают что-то, вот, соответственно, вот, girl power, конечно, вера в себя, практика, что ты сделал что-то своими руками, это откладывается в мозг, что ты можешь влиять на мир, и создают такие классные сеты, вот, соответственно, можно показывать, что ты там намастерил, инновации, изобретения, соответственно, фантастическая компания, которая просто делает две вещи, по сути, это надо делать не только с девочками, надо делать со всеми, но, просто, для мальчиков есть уже там лего и другие вещи, а для девочек они делают именно то, что девочек интересует, и можно создавать прекрасный, будущее, это в креативных работах, это альтернативное обучение, вот покупаешь, вот как работает их бизнес-модель, ты покупаешь какие-то сеты, из которых ты можешь изобретать, создавать, потом есть сообщества, где они показывают друг другу, что я сделала, что я придумала и так далее, супер, 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 супер модель, добрая, будущее, такой, так for good, как использовать технологии, точно, мне очень нравится, шаг 2, софи, софи, я думаю, у них первый продукт это для студентов, ну все виды, видимо, займов, опять быстро, все вместе, через сообщество, может быть, сообщество несет ответственность за друг другу, 30 миллиард выданных, получается, это какое-то членство, где у тебя есть социальный капитал и ты используешь свой социальный капитал, чтобы получать больше возможностей, вообще, социальный капитал на данный момент во всей истории займов исключен, хотя это самый большой капитал, вот social finance, да, супер, просто супер идея, я тут понял, прям в чем идея, это нужно делать, да, чтобы самый большой скрытый капитал, который есть в России, это вообще во всем русскоговорящем мире, это социальный капитал, если его активизировать, если через это можно выдавать больше возможностей и так далее, интересная бизнес-модель, интересная, просто супер, вот, все будут счастливы, все будут с образованием, отлично, шаг 2, с большим шансом на шаг 3, когнишникс, ну, никто не понимает, что делать с искусственным интеллектом, как это работает для моего бизнеса, и специалисты, которые в этом, они очень дорогие, они распределены по всему миру, не хотят работать в офисе, и вот создается торговая площадка, где тебе, ты можешь найти конкретно, как убор, человека, который может твою проблему тебе помочь, как решить, интересная компания, думаю, в России тоже надо, но, маленькая бизнес-модель, такая ниша, но, может быть, она очень прибыльная, стоит, скорее всего, изучить. Project Management, очередная, Monday, да, планирование своей недели, чем мы будем заниматься, ну, я, как бы, не очень верю долгосрочно в эти, мне кажется, и так, мы делаем игры, ну, классные игры, студия, крупная компания, но не для повторения. DeGreed, очень интересная компания, я знаю эту компанию, по сути, мир меняется, у нас старая модель, ты учишься в школе, если хорошо учишься, поступаешь в хороший университет, если хорошо учишься в университете, получаешь хорошую работу. Мир вообще перестал так работать, люди меняют работу очень часто, специализацию, никто не работает по своей профессии, нужно заново обучаться, люди делают огромное количество обучения, люди являются экспертами, абсолютными, топ-экспертами в каких-то вещах, на которых ничего нет, например, есть люди, которые очень классно умеют делать YouTube, в отличие от меня, с классным звуком, которые не имеют на это возможность получить сертификат, ничего, хотя это настоящий скилл, который нужен в этом мире, и компания DeGreed, она говорит, что все будет иначе, мы можем дать тебе диплом, выдать сертификат, на вещи, которые ты умеешь, которые ты сам себя обучил, соответственно, люди сам обучаются, но потом, ну, нету этому оценки, да, как бы, да, может быть, если ты классный, и все верят, что ты смотрел видео YouTube у Оскара, да, но нету возможности вот получить, вот я прошел программу Оскара, вот вопросы, да, и, ну, супер компания, супер компания, вот, какие вот, пожалуйста, представляете себе, сколько мы будем переквалифицировать людей, которые, вот то, что они сейчас делают, больше не нужно будет в будущем, какое большое, сколько людей должны будут получить новый диплом, изучить что-то, где они это будут делать, ну, вот, что здесь можно, что будет дальше, учись умнее, можно сослужить, вот, очки, вот, юзер, вот, например, профессия будущего, создание интерфейсов цифровых, огромное, ну, супер, дорогие, ну, люди зарабатывают в день, больше, чем средняя зарплата в России в месяц, и люди, это прям профессия нужна в будущем, ну, как получить, вот, пожалуйста, прошел подкасты, видео посмотрел, книжки прочитал, статьи, и сколько, вот, ты, являешься, эксперт, не только, вот, я сидел в школе на каком-то стуле, если человек, очень, очень важна траектория в интернете, что ты читаешь, какие книжки, какие видео ты смотришь, очень, просто супер, уже есть супер видео, ты можешь стать экспертом, вот, и докажи свое увлечение, если ты увлечен чем-то, пусть это будут игры, я являюсь абсолютным экспертом в играх, тоже есть в этом бизнесе, и можно получить, вот, у меня 6 тысяч очков, в user face интердизайне, конкретно, оцифровать, получить диплом, ну, просто супер бизнесмен, ну, супер просто, да, надо просто тупо брать и делать, шаг 4, нет, конечно, нет, делаем шаг 2, 3, 4, дисциплина, просчитываем, но, это большая, большая, большая возможность, бусу, говори на любом языке, за 10 минут в день, так не получится, но, я понимаю, это самая успешная сейчас компания, ты учишься с нативными носителями языка, ну, вот, за 22 часа, не обещаю тебе то же самое, что ты обычно за один семестр учишься в университете, я извиняюсь за звук, плохой звук, это фишка моего канала, но, интернет важнее, это единственное место, где есть интернет в Греции, из-за этого, оно шумное, но с интернетом, пожалуйста, можно, кто занимается, это community based, я понимаю, просто, ну, понятная идея, наверное, у них очень сильная маркетинг система, они научились, как привлекать клиентов, я бы не смотрел дальше, но кто-то может быть посмотрит, вот, еще одна, сенсион, тоже удивила меня компания, очень интересная компания, которая, это большой скрытый тренд, потому что мало кто его видит, это цифровая безопасность, да, соответственно, как создается, искусственный интеллект, и все применяется к идее, как это можно использовать, для защиты страны, для защиты компании, компаний, но, и как можно опасность увидеть раньше, по запросам, по другим вопросам, и это прям, это прям, ну, вот, если кто-то берет эту тему, и следующие 10 лет в ней качает себя, изучает, это беспроигрышно, это просто потребность безопасности в цифровом мире, она, в цифровом мире вообще еще ничего не произошло, с точки зрения безопасности, такое, это настоящее место, в котором сейчас очень много что происходит, но, вот эта компания, она очень успешная, она работает на защиту стран, да, соответственно, и получаешь, вот ты получаешь вот такой дэшборд, все данные анализируются как-то, в общем, надо изучить, как она работает, но это шаг два, однозначно, и, особенно в России, у нас потребность безопасности выше, чем в других странах, поэтому, сейчас вообще, это, на этих интернет конференциях, может быть, в NOAA, примерно четверть компаний, были компании, которые занимаются сайбербезопасностью, это, ну, громадный тренд, я просто вот сейчас выбрал только эту компанию, но там еще было их 20, крупных компаний, для отдельных сегментов, для отдельных, это, от детской безопасности, до больших, ну, вообще все сектора, но, вот эта компания, особенно успешна, и, интересно, интересно, типа, это как технология для добра, как создали натуральные, вот, упаковки, да, которые саморазлагаются, вот, пакет, который не портит мир, потому что он не будет еще потом миллион лет жить, а просто через 6 месяцев изучает, все это превращается в землю, просто создали, я думаю, будет очень успешная компания, создали материал, может быть, кому-то интересно, такие, такие компании, нам надо ускоряться, тоже, торговая площадка, сразу, мне нравится, все, что объединяет, где, все бизнес-модели, где создание ценности происходит, не ты создаешь что-то, а люди на твоей платформе создают эту ценность, но это просто, твоя компания может стать бесконечно большой, потому что ты не создаешь суть, суть создается участниками платформы, вот хороший пример, все врачи объединяются, чтобы помогать друг другу делать выводы лучше, быстрее, какие-то вопросы, непонятная ситуация, у тебя сразу есть сообщество, в котором ты можешь быстро, но, пир-группу, у тебя есть пир-группа, например, ты неврохирург, у тебя какой-то случай, и ты можешь быстро в пир-группу пошарить, получить вторые, третьи мнения, и быстро принять правильность, кто не хочет, чтобы такого было, я хочу, чтобы все мои врачи были в таких пир-группах, советовали, обсуждали, и им это надо, всем это надо, мир очень сложный, огромная, но вообще медицинская сфера, пожалуйста, кто-то это сделает, вот эту бизнес-модель, LendInvest, это для жилья, ипотека, это очень крупная компания, вот, хотя так, пока еще не такая, миллиард выданных, ну, нужно смотреть, онлайн-ипотека, очень большой потенциал, очень большой потенциал, 100%, шаг-два, я бы вообще посмотрел все модели в онлайн-ипотеках, потому что это будет, это и большой потенциал для продажи компании, потому что все банки будут смотреть, это уже какие-то специализированные компании, под, вот именно юрисдикцию какую-то, да, это неинтересно, собирают данные какие-то, BrainPop, еще одна компания, которая делает процесс обучения, интереснее, увлекательнее, кучу разных игр, я думаю, что нужно очень много компаний, которые этим занимаются, шаг-два, я бы посмотрел конкретно, что они делают для математики и так далее, что, чему можно научиться, как это работает и так далее, шаг-два, о том, будущее бэнкинга, ну вот, только банк, только для смартфона, простая идея, просто не дистанционный банк, а банк в твоем смартфоне, не надо переплачивать, не надо платить за какие-то офисы, вот, все услуги прям, узнает твое лицо, в общем, все создано, мобайл-бэнкинг, да, думаю, всем понятно, что это интересно, ну вот, это опять платформа, которая соединяет фермеров с потребителями, сейчас таких в компании огромное количество, вот, прям с фермы получать, ну все хотят, все хотят качественные продукты, всем надоело есть, вот это, ну, я даже не знаю, это продукты или не продукты, то, что рядом с вашим домом продается, это, ну, большинство из этого не продукты, из-за этого, вот, кто не хочет вот так, да, вот, как сейчас в Греции, мы пытаемся, ну, просто сразу чувствуешь себя энергичнее, сильнее, потому что просто кушаешь хороший продукт, это надо, вот, надо посмотреть конкретно, что эта компания делает, в России уже есть такие попытки, но я думаю, еще много будет истории успеха, и рынок еды, вы понимаете, да, это самый большой рынок, который есть, продукты питания, даже ниша, модель, которая может соединять только определенный тип фермеров, с определенным типом потребителей, может стать миллиардной компанией, хороший пример, вкус виль, только в Москве, только фермерские продукты, более миллиард долларов оценка, хорошо, виртуальная реальность, виртуальная реальность, я сейчас не смотрю, пока непонятно, какая платформа выиграет, пока непонятно, какой контент, очень много неопределенностей, это все на уровне экспериментов, я не ставлю, топия, очень простая проблема, самые талантливые люди не хотят сидеть в одном офисе, вот эта модель, я создаю компанию, всех людей беру, засовываю в одно место, они там каждый день находятся, и что-то красивое происходит, она классная, но она становится сложнее, потому что самые талантливые люди, вот сидят, как я в Греции, или где-то, и все равно работают для вас, но этим надо управлять, потому что с этим появляются большие проблемы, потому что есть человеческая природа, и вот компания, которая говорит, да, можно это делать, но это лучше, ты можешь конкретно управлять задачами, затратами, где он находится, его получается управляемость мобильного сотрудника, думаю, что да, в этом есть потребность, не знаю, насколько в России, я бы как бы этим не занимался, но я думаю, проблема существенная, и много про это думают, веру, это какое-то, опять, какая-то манифест, там, креативное агентство, или что-то, проходим, ну вот, ну, опять, как бы, у всех телефон, как создавать вот ключевой момент, есть такие моменты, в которых у людей очень сильно открываются глаза к чему-то, и как вот в этот момент, есть такой, например, момент максимального удовлетворения, и как в этот момент показать человеку правильную вещь, которая потом соединяется с этой эмоцией, и те люди, которые, например, может быть, когда человек выиграет, что-то выигрывает, или проходит какой-то уровень, и в этот момент ему соединяется что-то, так как Кока-Кола соединила свой бренд с Рождеством, да, и потом, в общем, что-то такого рода, да, я думаю, ну, не думаю, что для меня это не интересная сфера, сама по себе рекламная, рекламная отрасль, очень пока плохо себя чувствует, и там сложно, там много таких нерыночных, я бы сказал, систем, но идея интересная, но я бы не ставил на шаг два, по этой причине, тем не менее, может быть, для кого-то, у кого уже есть компания в рекламном агентстве, или вот сделать вот такую компанию, в России, я думаю, для тебя есть потенциал, ой, волосы, майдала, ну, я это опять, как бы, цифровая, мы это уже обсуждали, еще одна цифровая, по-моему, в Индии, или где-то, римеш, это для крупных компаний, есть у тебя много сотрудников, и ты уже не знаешь вообще, как они себя чувствуют, когда тысячи сотрудников, появляются вот такие компании, которые позволяют лучше управлять организацией, это мало интересно для России, скимлинкс, простая компания, создается огромное количество контента, люди делают контент, который может являться рекламой, но у них нет возможности получить этот заводоход, вот, иди на скимлинкс, получай ссылку, и ты можешь зарабатывать на своем контенте, окей, понятная идея, 1QBIT, очень интересная компания, я думаю, в России у нас есть все мозги, чтобы это делать, но, по сути, как решить самые большие проблемы, используя новейшие технологии, это квантум компьютеры, это машинное обучение, и вот QBIT берет такие проекты, и берут квантовые компьютеры, и могут решать целые индустриальные проблемы, например, взять всю цепочку создания ценностей автоиндустрии, прогнать все данные через системы, которые показывают, где можно все улучшить, или как можно вообще решить большую, огромную проблему, ну вот, это, потому что, чтобы решать такие проблемы, нужны определенные инфраструктуры, она, компания создала эту инфраструктуру, и теперь арендует мозги, плюс компьютеры, плюс идеи, арендует тем людям, которые решают такие проблемы. Интересно, интересно, я думаю, в России есть много людей, которые могут сгрупповаться, чтобы воспроизвести такую же идею создания ценностей, такой B2B продукт. Кнотель, еще одна компания, еще один вид коверкингов, или shared office, или вот, только они работают для корпоративного сектора, вот видно сразу, совсем по-другому выглядит, в больших городах, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лонн и Берлин, хабы самые большие, где люди хотят иметь representative office, и Кнотель, такой корпоративный, корпоративный, coworking, да, когда не хочешь в таком хипстерском месте быть, а более в таком, где есть серьезные компании. Другой бренд, еще один бренд в виде офисов, соответственно, вот, Brooklyn, пожалуйста, хороший офис, но, очень успешная компания, очень успешная. Кстати, в России такого сектора еще нет, да, вот именно, модели Кнотель в России еще нет, хотя, я думаю, очень многие компании в будущем будут опять открывать такие офисы в России. Ну, опять рекламная платформа, я сейчас не буду в нее углубляться. Ох, цифровой психолог, чат-бот, который делает тебе, ну, попробуйте, вот, биобот, создание искусственного интеллекта, психолога, онлайн-психолог, который основан на ресерче, ну, заканчиваем уже наш спринт очередной. Клиенты, это сердце электронной коммерции, от Wiggle, это мозг, да, как помогает, такой, B2B для электронной коммерции, можно посмотреть более детально, что они делают. ZPG, очень крупная компания, очень крупная, которая принадлежит куче, которые для домохозяйства, где брать электричество, где брать газ, где покупать, что покупать, объединяет огромное количество брендов, которые позволяют принимать лучшее решение. Очень успешная компания, я думаю, что стоит посмотреть, хотя в России очень, сильно отличающая инфраструктура для этого, у нас, например, у нас нет выбора, у кого брать газ и электричество. Harvest, ну, тоже такая странная, я бы сказал, компания, которая меряет, на что в твоей компании сотрудники тратят время, и как тратить время на важные вещи, не тратить на неважные вещи. Интересная тоже бизнес-модель, все уже понятно, что электромобили разного рода будут развиваться, и есть огромная возможность создавать инфраструктуру под все это, заправки, какие-то скутеры, нужно конкретно посмотреть, что эта компания делает, но интересно, интересно. И последняя, это еще одна платформа B2B Loans, секунды, минуты, вот тебе деньги, развивай свой бизнес, счастливое лицо, все оценили хорошо, Forbes и так далее, соединяет капитал с тем, кому нужен капитал. Ребята, на этом заканчиваем лет с идеей 4, вот еще один способ, как можно изучать мир, как работает мир, очень интересно, не правда ли, сколько всего в нем есть, как интересно, можно взять любую топовую конференцию в любой отрасли, взять участников, взять их компании, взять их историю, изучить людей, изучить компании, точно так, как мы сегодня прошлись по компаниям, можно пройтись по людям, изучить людей, как они развивались, и получить много инсайтов, много вдохновления, я лично сегодня получил несколько раз эмоцию, что я должен сдержать себя, потому что я уже, у меня уже нет способности запускать еще один бизнес, у меня достаточно, я сейчас занимаюсь своими бизнесами, существующими, поэтому делюсь всеми идеями, и надеюсь, что вы тоже прочувствовали эту эмоцию, потому что это ключевое решение, как первое решение, что я хочу вообще создавать что-то, я хочу быть успешным, я верю в себя, а потом, что конкретно делать, да, и вот что конкретно делать, рано или поздно, это эмоция, что все, вот я это буду делать, это очень ключевой момент, это ключевой момент, вот это, это конкретная секунда, в которой у тебя появляется стопроцентная ясность, что я это буду делать, я вам желаю эту ясность найти, поехали, БАМ!